Всем привет! Меня зовут Стас. А меня зовут Полина. И мы старосты. На самом деле мы все равны. Но некоторые ровнее. А те, кто ровнее, у них больше и ответственности. Иерархия выглядит как-то так. Староста группы, староста потока, он не на всех факультетах есть. Староста курса, он тоже не на всех факультетах есть. Председатель света старост на факультете. И над всеми ними есть руководитель света старост на БГУ. На уровне БГУ у нас есть два структурных подразделения. Это комитет света старост на БГУ и президиум света старост на БГУ. Президиум представляет собой орган, в который входят все председатели советов старост факультетов, а также глава комитета света старост на БГУ. Комитет же представляет собой такой орган, в который может вступить любой староста любого факультета. И этот орган занимается творческой, проектной деятельностью. То есть это то место, где каждый из староста может самовыразиться и развить в себе какие-то классные навыки и круто прожить студенческую жизнь. Во-первых, наш совет – прочитать положение совета староста факультета. Во-вторых, хорошо проявить себя в работе на факультете. В-третьих, дождаться выборов. Председатель совет Староста факультета. Процедура избрания председателя совет Староста факультета определяется деканом. Это либо выборы с собранием совета староста факультета, либо назначение деканом или заместителем декана по учебно-воспитательной работе. Кроме этого, уже с первых дней можно смотреть, что именно тебе не нравится в работе старост на твоем факультете. Для того, чтобы подать заявку, тебе нужны цели и задачи, которые ты будешь выполнять на месте председателя. Если они будут выглядеть, как я просто хочу туда прийти и посидеть, это не есть хорошо. Кроме взаимоотношений за пределами группы с администрацией и преподавателями, староста также отвечает за внутреннее настроение именно самой группы. Для этого, как минимум, нужно предложить группе проводить совместные мероприятия, например, походы в кино, ну, хоть какие-то. Это зависит, конечно, от группы, но многие соглашаются, и это сильно повышает общую сдруженность коллектива. Да, иметь общие традиции – это очень хорошо. Например, я в своей группе всегда после каждой сессии хожу в кафе. Но помимо этого, мы еще и верим, что каждая староста – это невероятно талантливый, увлекательный человек, который способен не только на административную работу, а еще и на множество каких-то творческих вещей. Для этого Совет Старостный ГУ проводит такие активности, как выездной образовательный семинар «Ты старост?» на Бригантине, курсы старост и другие мероприятия, за которыми вы можете следить в нашей группе. Первое, о чем ты услышишь, когда тебя будут агитировать идти в Старостат, это, конечно же, Бригантина. Бригантина – это самое яркое, классное и большое, ваше первое мероприятие Старостата, когда вы уезжаете на три дня в Сок Бригантина, где вы учитесь, что же такое старостат, знакомитесь со старостами других факультетов, получаете кучу полезной информации, как все устроено и, конечно же, кучу лайфхаков. Ну а в этом году у нас появилась новинка. Впервые за всю историю старостата мы проводим квесты первокурсников. Подробности вы можете узнать в наших соцсетях. На самом деле, каким старостой быть – это решать каждому лично. Можно заниматься только административными вопросами, контактировать с преподавателями и с администрацией факультета, но можно быть классным старостой, который будет проводить тимбилдинги, который будет стоять за свою группу всегда, который будет другом, будет поддержкой, будет опорой 24 часа в сутки. То есть это на самом деле решает каждый лично. Ну, во-первых, можно обратиться к председателю Совета Старо своего факультета. Мы уверены, занятие у вас на факультете найдется. А если вы хотите большего, то вы можете зайти в группу Совет Старо с Бугу или в Инстаграм, написать директ, личное сообщение группы или, пролистав хайлайцы, написать в главе интересующие направления. В нашем университете существует огромное количество студенческих инициатив, студенческих проектов, студенческих организаций, где на самом деле каждый сможет найти себя и попробовать что-то, что ему будет интересно. Поэтому на самом деле советую в сентябре-октябре выходить на мероприятия, посмотреть, почитать в соцсетях либо вживую о том, что происходит в университете и выбрать то, что лично тебе по душе. И на самом деле развиваться можно во многих областях. И если вы нашли тот самый проект, ту самую организацию, в которой вам было бы интересно развиваться, у каждого проекта сейчас в нашем университете есть свои социальные сети. Несколько. Это и ВКонтакте, и Инстаграм, и Телеграм. И можно просто зайти, написать. Если хотите написать какому-то определенному человеку, ВКонтакте всегда есть вписочек такой контакты организации. Там самые важные люди организации. И им можно просто написать, спросить. И поверьте мне, вам всегда ответят открыто, дружелюбно. И обязательно вам помогут. Если вы хотите участвовать в деятельности Совета Старост-БУГУ или узнать чуть побольше, можете писать мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!